Как из кисть листочка перенести вектор в иллюстраторе за одну секунду? Как создать и рисовать объемной кистью в иллюстраторе? Эти и многие другие лайфхаки сегодня у нас в выпуске. С вами Вадос, вы попали на канал про дизайн и логотипы. Присаживайтесь поудобнее, открывайте иллюстратор, мы начинаем! Первый урок, как разделить фигуры быстро и правильно. Начнем с первого способа с помощью инструмента ножницы, горячая клавиша C. Или просто выбираем их в панели, где терка и жмем этими ножницами по опорным точкам. Вуаля, фигура разделилась. Кстати, чтобы ножницы показывались, в графе окно выбираем инструменты, показать дополнительные. Второй способ уже поинтереснее, с помощью ножа. Его можно найти также в панели с теркой, он нам позволит разделить фигуру либо волнисто, либо зигзагом. Также выбираем и проводим как нам вздумается, но здесь советую делать аккуратно, потому что нет автоматической корректировки, это конечно минус. И бонусом решил вам показать третий способ, как с помощью фигуры сделать отверстие в другой фигуре этой формы. Но тут уже конечно особо мудрить не надо. Рисуем две фигуры, ровняем их между собой и нажимаем минус нижний. Либо можно нажать минус верхний, но тогда все произойдет ровно наоборот. Кстати, эти клавиши можно искать в графе обработка контура, обычно она находится справа возле панели слоев. Второй урок, как очень быстро набросок на бумаге перенести в вектор. Ох, если бы мне раньше сказали про этот способ. Создаем файл и помещаем в него нашу картинку. Именно помещаем, а не просто открываем картинку. Далее нажимаем объект, трассировка, изображение, создать. А затем нажимаем объект, разобрать. Или просто нажимаем объект, трассировка, изображение, создать и разобрать. Так будет даже быстрее. И, о чудо, теперь у нас полностью рабочий вектор со всеми точками. С ним можно кайфово работать и сделать логотип своей мечты. Да, конечно, он не идеален, но для этого же есть ваши руки. Берем и равняем. Третий урок, как сделать эффект текучего текста плюс эффект металла. Нет времени объяснять, пишем любой текст. И в графе объект выбираем искажение с помощью оболочки по сетке. Рядов может быть сколько угодно, а столцов пишем только один. И теперь начинается самое интересное. Будем играться с текстом, как с пластилином. Стараемся эти точки разбрасывать в разные стороны. Обязательно повторяем одно и то же слева и справа. Ну а снизу можно немножечко вытянуть, чтобы был эффект, будто буквы металлические и текут от того, что их плавят. Теперь из моей сборки для дизайнеров выбираем какой-нибудь крутой эффект металлического текста и открываем фотошоп. Будем колдовать. И, кстати, информация про эту сборку будет в конце ролика. Ну, тут все просто. Открываем PSD макапа и открываем наш уже готовый текст. В слоях, где файл с макапом, дважды кликаем и заменяем текст на наш. Нажимаем файл сохранить, возвращаемся в PSD с макапом и вуаля, у нас уже все готово. И четвертый урок. Как сделать кисть 3D и рисовать его такие прикольные волнистые 3D фигуры. Создаем две фигуры абсолютно любой формы. Я вам покажу на примере круга, но можно просто кистью нарисовать какое-нибудь, допустим, красивое облако. Так получится даже креативнее. Теперь на эти две фигуры добавляем цвет, градиент, можно еще обводку. Можно просто сделать с обводкой, тут уже как ваша фантазия сыграет. Выделяем эти две фигуры, нажимаем объект, переход, параметры перехода и задаем число шагов 999. Нажимаем объект, переход, создать и кидаем эту колбаску куда-нибудь в сторонку. А теперь кистью рисуем абсолютно любую линию, которую нам только вздумается. Можно зигзагами, можно кругом, как хотите. Выделяем колбаску вместе с нашей линией. Нажимаем объект, переход, заменить траекторию и ура, получилось чудо. Вдруг вы что-то захотели поменять в этой линии, не беда. Фигуры остались на концах, их все так же можно кастомизировать. А самое интересное то, что с кастомизацией, например, если я сделаю фигуру побольше, то и меняется наша колбаска и это реально прикольно. Вот о чем я вам говорил, играя с фигурами можно достичь просто нереально красивого результата. Бонус! Все, кто посмотрели этот ролик, подписались на мой YouTube, на мой Instagram и сделали репост этого ролика к себе в Stories и обязательно отметили мой профиль, получат мой крутейший пак для начинающего дизайнера. В него входят те самые эффекты для текста, очень много текстур, шрифтов и, конечно, макапов. Получить его можно, залетев ко мне в Instagram. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и, конечно, подписываться. Это помогает продвижению моих роликов в рекомендациях. Ну а на этом все. С вами был Бадос. Всем жирных клиентов, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok